устаю безошибочно записать у меня там еще не вымута сейчас минуточку вытащу его я писал я просто думал у вас клавиатура может занята как в прошлый раз да да меня там не было я могу попозже позвонить ничего сейчас сейчас я не надо стереть предыдущие здесь было поставил посылу сейчас я расскажу только что ролик новый выставил увидите это уберу закрыла надпись ну все добрый день христос воскрес воистину воскрес ну вот я вас не сильно отвлек нет еще на тут у готовимся к этому к вечерней батюшка приехал а все понятно понятно у вас через сколько начнется служба служба сейчас сколько два часа но вот через два часа нет через даже через три почти что так что еще время есть 5 начинает теперь помните я вам отписывал по поводу вопросов с которыми я выйду да вот собственно я сейчас мне еще и люди пишут тоже просят те кто следят за вашими роликами они почему-то на меня выходят и просит чтобы я тоже задал вам вопрос они так я говорю ну сами зайдите задайте они говорят ну мы пока еще не готовы к такому ну вот тогда первый вопрос сейчас в преддверии праздников возможно вы уже отвечали на этот вопрос но сейчас я это буду для роликов снимать ответьте пожалуйста так более кратко и пу и точно во свете библии как христианин должен относиться к празднику 9 мая должен ли он его праздновать а что праздновать я по сегодняшний день не знаю что они хотят праздновать отличный раз выпить как праздновать парад победы примеру пойти парад победы да нигде в мире уже этого нету все осталось только здесь самое дорогое удовольствие которое состроит не в америке не в англии не в боющая страна не нигде победители при том но это так привыкли другого то ничего не сейчас тематику войны убери и все сели ничего нет сколько фильмов сколько пьес сколько книг воспоминаний там захоронение ищут это все связано с войной а к корень то никто и не видит война то что по слову божию когда мы смотрим во свете библии то это кара божья сегодня вот историки какие рассуждают лучше чем резун виктор суворов он такое у него псевдоним никто не говорит стали напазал на две недели все войска все было подтянута напасть первыми на германию там почти миллионная только парашютизм до было это все у него описано любой может посмотреть ну вот и все и поэтому не генерал павлов который расстреляли не другие они ничего не могли сделать никак нигде ни одного призыва не было давайте покаемся как было с неневе их обходил и он и говорил царь дал указание и скотина пеплом покрытая в речище и три дня там не пить не есть никому не давать ничего этого не было также маршировали также шли я смотрю от люди когда вот у нас открылась памятник жертвам политических репрессий я был у меня там интервью брали прочее я говорю долго его готовили много лет там такая мощная фигура высокого мужчина лет 30 усы у него руки скручены назад арестовывает а сынишка вот такого обнял и стоит прощание называется прощание ну ясно дело что уже руки ему не раскрутит ну а что он сделал вот дальше то раскрутку надо посмотреть это же участвовал где-то на стороне белых или где-то не просто так он партизанил за советскую власть было его пришли арестовали там обязательно какое-то было обвинение но суть то в том что люди которые и бога не знали они как-то отходили от это они видели революция давай мы туда некоторые остались живы которые там были виновные прошло мимо вот она теперь репрессия вот раскулачивания их раскулачивать не зашли они опять ускользнули а вот она репрессия и вот теперь начали руки скручивать уже назад где они участвовали а у бога вымерено все до одного дня а дальше остались еще остались а теперь война повсеместно всех четыре с половиной миллиона пленных и вот теперь с пленными мы разговариваем бойко николай кажется евграфович вот у него как было комсомолец еще не знал а там где в плену то он так 70 сколько у нее килограмм было осталось 35 весу полудохлый и что-то он упал нес цемент его штыком там на месте немец поранул у него там загноение какие были и он пошел на двор какая-то бумажка смятая он разве развернул и очень наш и он обратился один из подвижников у баптистов был нормально ну православие то не за что зацепиться был бы православным где а вот теперь там в плену вот эти четыре с половиной миллиона вот теперь они теперь больше половины примерли и гнали не давали не не есть не пить не укрыться от холода потом немцы хватили еще наделали а русские потом на это такое же количество пленных возьмут не мирных жителей сюда погонят эшелоны германии германия-то опустела эта сторона все бежали туда все знали сравнить не приходится тут все подряд даже на юбилевском процессе русская делегация советская это голосовала за сколько больше больше то а кого-то там отпустили кому-то срок дали они шпеер расстреляли бы альберта вместо это геста сразу расстреляли а вот там по-другому рассмотрели то и вот на этих кровожадных пришла эта чума там они ускользнули тут ускользнули а теперь вот и давайте среднем за каждого немца заплачено 5-6 человек более позорные более губительной войны не было это первого победа как мама его побоище вывел там князь донской был димитрий 400 тысяч 360 палов сражения 9 десятых ну какая же это победа а через семь лет пришел тохтамыш и сергий радырский бежал там и все сожгли у них спрашивается нужна она была такая победа какая победа то обескровили россию а пришло время приходит свой михаил и мирным путем и позорно все развалилось 18 миллионов коммунистов как генерал вареников генерал армии говорит такого предательства как совершил горбачев не было а я говорю последнюю похлопал по спине 18 лет и столкнул в ад всех коммунистов он обманул всех слова перестройка то другое и так и там точно так же могло быть это войны могло не быть да и не за чем не было быть а почему но вплотную подошли сведения на сто процентов были точный гитлер гитлера выхода никакого не было это резун все доказывает я не соль не выдумываю а сегодня на его стороне оружие 90 процентов историков склонились у которых еще мозги горится на бекрень те не могут понять как так да она же напала а у него выхода никакого не было потому что он знал через две недели нападение будет с этой стороны надо было выиграть потом и понимал что зря поэтому праздновать победу которая является фактически поражением очень хорошо об этом соложеницын говорит вот проиграли шведы и с тех пор швеция стала расти нормальной страной мы выиграли победу при петре первом гнутся шведы и с тех пор вот такие мы есть везде войны везде совались и сбережения народа никакого не было праздновать абсолютно нечего абсолютно нечего бездарное все потом уже когда то вы фронт открыли тем более тут уже другая история была еще праздновать вот у меня есть стихотворение день победы если вы видели зарядите день победы игнатий лапкин вот там победа день победы который одержал христос на пасху пасхальные дни вот не ангелы его на принесли это день победы иисус принес разгромил врага воскрес христос вот так тогда можем их куда я пойду у меня отец был на фронте он еще и не воевал даже его сразу сунули по смоленск когда отступали он рассказывал то на кладбище дорога буш какой-то город там и там долбили на кладбище забили их а немцы-то знали как они начали по кладбище там мертвецы только летели два человека осталось командир говорит отцу руку оторвало левую ну вот вы а войне то я узнаю уже от своих а три дяди то мои по материной линии то видимо где-то там в пинских болотах или где-то мы остались лежать костями загнали целую армию не в плен не сдавали ничего пока они все не перемерло поэтому все равно праздну я считаю это настолько неразумно тем более вот хваль хвалиться там одержали победу какая победа не боимся как люди вятки люди хвастки семер одного не боятся вот пословица тут к нас ко всей войне к это идет даже смотрят что сейчас фильмы штраф бат когда немецкий генерал смотрит как нере заминированное поле гонят людей ну кто взорвался следующий взорвался но все равно дорогу пробьют туда что ж такое-то безразмерно людей было бы то бы это нельзя делать было немецкий генерал уже говорит это прям фильме сегодняшнем ну и конечно как сейчас в выборах участвовать не участвовать кого выбирать а если он не верующий а если он верующий его задушат и мы не дадут еще сделать только богу довериться я никогда не голосую никогда не праздную в этот день только помолиться об усопших своих родных убитых а то бессмертный полк придумали все это в выдумке потом портреты побросали пошли гулять он показывает другой раз и еще портрет сделать копеечное дело вот и весь ответ мирское дело они говорят мирский мир слушает их первом послании и она так сказано господь вертия избрал вас от мира я избрал от мира он избрал от мир так зачем к мирскому идти один-то победы я не знаю когда уже стали праздновать уже чуть ли не больше десяти лет прошло даже больше наверно тогда впервые отпраздновали его никак и не отмечали его не было даже после войны в каждом доме или убит или раненый я не пойдешь эти надписи конца нету считать выдуманных натихнуть да а камеру можете сделать пониже чуть-чуть потому что у вас голова не низко чуть-чуть и у нас я могу здесь вот так вот пошевелить так лучше да так получше получше а вы там что-то закачивай на приклеена я просто боюсь что я свернул она у меня не будет просто я иногда рядом стою считаем утренние молитвы когда тогда меня не видать вверху оказывается ну вот так не не надо и не нужно и вредно и ничего это не дает рабы греха пророки тьмы и человек как от чумы от вас с проклятием от прянет и имена их презирать своих детей научит мать плещеев написал и отношу все к этому прикрывается этими праздниками германия побежденная началась когда это разруха перестройка оттуда всякие шмотки да все слали побежденные везде все наладилось а здесь все как будто бы ничего не может наладиться да и как наладится когда правители затем не смотрят страну разворовывать знают олигархи но откуда он взял это все явно что грабительский и никакой ни у кого не отнимают как был сколько имел абрамович только есть ни одного нигде не не тронули и мы верить нельзя только молиться другом не не дано вот такой ответ благодарю такой еще вопрос по у вас что-то сейчас закачивается там да да утренним потому что я от вас я от вас видео очень плохую картинку не очень плохую картинку принимаю я сейчас записываю мне нужен для роликов а картинка от вас очень плохая идет как за того чтобы закачивать картинка что моя вот это да 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 потому что у меня взять можете я поставлю вы возьмете все канал а вы вы снимаете сейчас камеры или с экрана прям нет я вот у меня камера стоит и я направлено сюда ну вы с камерой ты мое лицо там только будет огромная стоит у меня городушка тут я на держу и кроме то автозапись идет а ну вот с автозаписи тогда мне надо будет у вас взять автозапись тогда видно так-то маленький у меня где-то в стороне я сижу в углу а а закачку нельзя пока на время остановить да зачем это еще не даст она нет просто я не могу очень плохо во первых звук сразу очень плохой идет и во вторых картинка вообще вся в квадратиках я вас вижу квадратики одни я записываю это с авто с экрана с автозаписи и у меня это будет очень даже плохо потому что да я вам до этого всегда звонил и все хорошо было сейчас я звоню и не очень все плохо почему-то естественно идет закачка сейчас я узнаю посмотри счет это у меня делается загружена сейчас осталось 13 минут до на это молитва утром кто-то и не то столь важно было это меня сейчас открыть это закрыть если это дело то у меня тут это все остальное пропало тогда молитва ну а а там там нельзя просто паузу нажать какую-то не пауза как я пауза я не знаю даже как вы на youtube закачиваете да да на youtube это у вас один ролик закачивается ли много 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 уже один закачался вот эта книги которые сегодня он долго книги шли в ирландию грузин он уже все уже стоит да да он уже стоит а вот дальше то идут такие свои как затормозить я вы сейчас затормозил но как я не знаю но так только отменить по и потом закину только так там по-другому никак я все тогда заменить а заменить как его заменить нет нет только отменить и потом обратно забросить только так там по-другому никак не сделаю так так сейчас я туда заброшу вот так первых так прерываю да 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 вот там было раньше мне это сделать сейчас все оторвалось еще получилось сейчас сейчас подождем он сейчас направит все больше ничего не закачивается да все нету ничего в одном месте я там три ролика и которые не успели я там закачивала сергея этого козлова сегодня 9 роликов закачал они меня все перекачаны я ставлю я их имею полное право и ставить у него бы ни одного не было если бы мы не познакомились у него и не было ничего этого икона только писал вы эти ролики имеете у себя закачиваем закачанными на компьютере и обратно их опять закачиваете да да я сначала к себе на стол снял от его а теперь закачиваю сюда и фарда так делаю сейчас пока что-то улучшение не наступает давайте вам сейчас прям перезвоню сделаю обрыв а зачем давайте дальше это еще не значит маленько давайте вопросы дальше потому что он не перед он должен перезагрузить он пас по старому ведет ему ну то есть это мгновенная сейчас минуту эту секунду буквально давайте выключить так у меня прервется тогда здесь ролик прерван будет а так у вас прям спишет со скайпа что у вас это связано снимай дальше будет прервана соединить я уже не могу это мне тогда это когда-то где-то отсылать буду все понял он не через 10 только его могут поставить я это не по-другому нельзя таки можно это сделать потому что не лучше улучшение почему-то не приходит сегодня говорил сколько и нигде не было чтобы дару по другому было там клеточками какими-то отказать хорошо видно жалко жалко сейчас попробую найти проблему насчет время-то идет у нас давай лучше вопросы даже видно будет все так ладно давайте вопросы на было сразу мне это сказать пока не писали 17 минут прошло я сделаю сразу с кино и заберете его то второй вопрос люди задают как узнать волю божию о себе если бы мы волю божию узнали о себе какая воля божья мы бы не молились да будет воля твоя а мы непрерывно повторяем то есть мы ее не знаем мы только просим об этом будет по исполнению и мы даже принять и благодарить бога а так чтобы как написано было то 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 с тобой будет я хочу что ты поступил ты поехал туда и такого ну может кому-то отдельно бог дает да и павел не знал он мыкался пошел туда дух не допустил туда никак наконец явился македонянин во сне даже павел волю эту не знал не знал и христос молился будет воля твоя то есть по человечеству просил да именует меня щас я но впрочем не я на твоя воля да будет никак ее не узнаешь узнаем только в доверии нашему господу когда мы за все бога благодарим в этом его воли и воли отца есть то нет той воли чтобы кто-то погиб все направлено ко спасению а вот сегодня опять слышал новые там один человек не называю просто и он как журналист и расспрашивает человека а тот как верующий православный отвечает в конекаем царстве некотором государстве где-то этот православный отвечает как будто правильно иные вопросы а иные совершенно никакие он не может ответить почему но он верующий если бы он был верующий христианин в первую очередь а он верующий в первую очередь православный и поэтому у него этот груз он не может его сдвинуть никак если он что-то говорит слова евангелия библия за целый час собеседования от него ни одна ни разу не слышно но видно что знает ходит бритый сидит расстегнуты как от масоны все ничего я не могу да к этому добавить это мелочи вы их не видите я вижу и должен это сказать если ты пошел за христом то тебе это мелочи превратятся в глыбу ты их не перейдешь ни разу не сказать что это взято из библии то есть люди думают что к нему пришли вот я грамотные ко мне пришли агент знания твои сбили тебя с пути господь сбили знания именно если бы ты не учился ответил бы правильно а там как воспитывать как дети вот почему-то какой-то переломный переходной возраст начинает психиатр с той стороны по мирски все рассуждает но это еще не сделать то другое почему серафима этого не было переходного возраста у яна креститель у павла не было это разные эпохи разная вера была но ни у кого не было почему мусульман нет переходного возраста а все сто процентов ходят мальчики и прочее обстановка какая есть а у нас то духа святого и ответы дают ну мирские слушает он говорит по мирски понятно придет время он как-то услышит а ребенок агрессивный вчера один со мной разговаривал я говорю компьютерные игры смерть да не да вот я все занимаюсь да то другое уже сегодня ролик выставил посмотрел да он сейчас а эти сидят и говорят он мать купила ему планшет а он не теперь отня назад отнять не может она решила отнимать он сразу мать зарезал и отец едва живой остался он его порезанул там 12 что ли лет пацану чё нет это объяснование буйное объяснование нет это вот что-то как-то они не знают что сказать раздели мир так как христос разделил серенькой мглы нету бога сереньких потемок нету есть тьма и свет господь я предложил тебе свет а рядом тьма резкая грань никаких переходных моментов нету у бога нет нигде серая мгла люди не понимают этого и вот он говорит говорит желает хорошего сказать хорошая но он бы сказал авторитет конечно слово божие вот написано апостола павла глава такая 11 1 коринфян 11 глава он не говорит он считал и что-то запомнил вот как каран когда писали что-то запомнил и все я им говорю ты примеру сказать ну язду айт да да почему нету апсалма нету это потому что на улице это встретил слышал это слово и плел нету а слышал такое и дальше говорю сулейман три книги с сулеймана соломона и ни одной причине где нет почему но не знал он торговал автор ваш вдохновитель ваш что тут не понятно то такие причины одной причине записал мировинное происхождение такое если это от человеков то тут как-то можно понять не хотел а если не от человеков тут остается только врагу враг навеял все это такое ярое противление воскресенье из мертвых как можно против этого воевать то нет не умер не умер украли украли ли вознесся разницы нет если он не воскрес горит мы еще во грехах что непонятно кому это выгодно чтобы были погибшие так и здесь если мы желаем людей направить к богу а другой цели не должно быть как златоуз говорит там ты должен и стремнин и горы все преодолеть чтобы спасти ближнего ты должен указать путь христов христос сказал так двоеточие на все обольщения сатаны три искушения христос ответил написано я здесь ни разу за всю жизнь написано другому как считаешь да никак не считаю у нас ничего читать было юноша когда какие заповеди как как считаешь какая наибольшая как считаешь ничего не считаем вот откройте ну два хотя бы или три там три книги взять матфея к римлянам к евреям ну возьмите какое издание такое в бумажном варианте и пересчитайте сколько ссылок там сделано на ветхий завет сплошняком лента идет а зачем ссылаться то было бы сказал да и все нет нет я не сам это написано это уже бог утвердил христос ссылается как считаешь осылает к писанию сегодня этого нету православных нету и вот они сидят глаголит это и правильно ну правильно человек сказал я буду ссылаться такой-то метрофан сказал а когда у тебя написано ты веришь дух святой через пророка и римею сказал так-то у православных вообще этого нет поэтому нет ни ораторов не пара права не пророков пророки ссылались на то что им сказал бог так говорит господь бог как михей а ты скажи как все жив бог израилев я скажу так как бог повелел мне нет этого ни дерзновения нету ни желания и противление всегда этом а что вы себя выставляете то есть если сказать как есть как пророк говорит это все обольщение прелесть гордыни к любому слову два слова прелесть гордыни те которые грится не не знают ничего и они обязательно знают это прелесть и гордыня ты на них не похож а какой образец а вот какой выковали за эти годы сергианской политики все угождение властям а боги речи нет ни канона не издавали не библии нету а народ прибывает во мгле в темноте библии как написано когда они забирали золото там серебро которые бросали люди и там где-то засыпано и все вдруг нашли книга один свиток один свиток на всю страну этот зарытый был и тогда пеплом посыпал царь голову и начали считать и ужас пришли то какая же то вера одна библия на всю страну или когда самаряне были как а вот львы их дерут потому там то то что они не щитят бога той земли оттуда из плена одного священника послали одну одного на всю страну в один священник но они получились так считаю евангелие по это пяти книжек признают тору до больше ничего нету самаряне это вот этот конгломерат сложение веры и неверы вот перемешано это настолько было отвратительно иудеям что они через и даже территорию не ходили обходили эту где они были поселились самаряне а они оказалось что вот это им помогло быть даже лучше выглядеть чем священник некий самари не нашел его и иноплеменник и вы спас его израненного вот такой ответ я попутам все это говорю что сегодня прослушал а одно интервью здесь от корки до корки слушаю время теряю и вижу опять тоже самое о боге о суде вечности во то есть говорят но нигде не ссылается один говорит видно редкий случай что психиатр верующие вот я не говорю какой стране это было что там японии может быть разницы нет и он больше знает но все упирает на человеческие возможности а люди то это не знали ничего они знали верить надо верить и бог все делал это вот так пошли дальше я догадался о каком роль но вот люди когда спрашивают о воле божией они наверное хотят узнать вот жениться им или не жениться есть ли какой-то метод который по которому он узнается то есть вы говорите что этого метода в принципе нет надо молиться и делать просто что что тебе на ум что ли приходит получается по писанию жениться не жениться от открываясь 7 глава 1 послание коринфянам не женатый заботится о господнем а женатый как угодить же ничего непонятно какой выход тут и даже никаких толкований не надо не замужняя заботиться о господнем если она заботится они выглядывают в окно не рискать не ищет жениха овчат рулетки она господнем заботиться а замужья как угодить мужу я всегда говорю в скобочках напиши никогда ему не угодишь как он ей прямо определенно сказано ты к этому богу клонись а это все прогорит и не вспомнишь дети растут дети неверующие профукали жизнь прокрутились проворовали да проблудили а теперь сидят только и шушукается у меня есть это 6 старушек у подъезда стихотворение такое ну и это где работать ты знаешь три работы самое важное то что было в раю какая охранение значит в сельскохозяйство то что относится к пище человек жертву приноси лавили уже все это у них было и понятно пропитаться что я без одежды могу жить летом долго если там тепло а без еды ты не проживешь значит первое работу искать туда где возрождается земля в деревне вот сразу в деревне езжайте 21 тысяча сел разрушенные пишите устав свой тем более обращайтесь к нам у нас уже опыт есть чего начинать надо какие какой устав сколько людей как со школой как с храмом мы все это можем уже ответить у нас не было опыта сегодня опыт как миссионерская поездка я все выписывал про поездки заехать в эти швеции какие там собакой и целую тетрадь переплел а когда поехал знания эти мне не помешали но и не помогли а почему мы молились у нас все было по-другому все что я в интернете взял все правильно это там такие требования приедешь там твои все эти которые есть справки по собаке даже все это бесполезно польша там лучше не заезжать лучше польши я ничего не видел во всей поездке прям сразу раз границу перемахнули и все я говорю о таможне дороги хорошие но много денег берут там дорога не устроится как греки и вот здесь точно так же второе это прикрыть тело бог сдал им одежду а также текстильная промышленность мы надо где-то укрыться пещер на всех не напасешься это строитель все что касается стройки уметь надо делать и где-то вот три специальности которые жизнь нашу делает возможное продление и и сады садить надо там пшеница но все остальное что для желудка есть и животных всяких птиц разводить пчел это сколько поприще то безразмерное открыто спрашивает какая воля воля бога отца то чтобы мы подражали первым людям а то сейчас а я на компьютере работаю и что это за работа все ты там делаешь половиной просидел проиграл я думаю это нарочно это писатель должность такая какая-то какая должность то-то учился дирижер руками махать а еще из этого как один кучер везет федора ивановича шаляпина мы обернулся и горь барин видит одеты так кем-то рабочком пою я говорю спрашиваю кем работаешь а то пою мы все поем когда выпьем шаляпинка вроде это дело показал вот такое несерьезное отношение к пению но какой серьезно это покажет а работа то а то усложнение кого-то в деревне никто не будет платить за то что поешь это бездельники здесь сегодня опубликовали средняя зарплата какая у священников бывает у архиереев почти до миллиона которая насколько больше чем чиновники получают там депутаты там 500 тысяч а у меня 8 тысяч 141 рубль 33 копейки и живу сытый обутый обед одеты надо экономным быть раз а потом благодарить бога за любую работу ни от какой не отворачивается грязная работа а где еще ухаживать за стариками за больными за детьми где-то это необходимая работа но где строить надо и вот узнать волю божия надо ли надо жениться не надо но если не можешь воздержаться женись если так это уже вместо золота серебро на серебро никто не выбрасывает златоуз говорит если даже золото не может взять ну понятно что апостолы павел грушу не можем иметь жену сестру как все апостолу то нет но я один поэтому мне никаких преград нет и мне не надо думать как а будь одеть школу повезти встречать не надо библию подмышку и пошел как серпион делал благодарю он однажды это сидит и все одежду то отдал и прижал библию дрожит а кто тебя разделал это но евангелие меня раздела а потом по среди языку переплывать там надо было на евангелие отдал и евангелия нету вот весь ответ надо смотреть священное писание относительно праздного никаких мирских празднований быть не должно никаких выборов доверующие не существует все это обман ты мирской человек и а зачем ко мне к верующему во свете библии во свете библии я с первую очередь вижу что ты безбожник разговаривать не о чем зачем этом еще праздновать какая победа над кем у нас под дьявол только один а врагов любите врагов ваших возлюбили армия которая там 6 армия паулюса здесь было кто вышел то с какой процент дальше ты посмотри прочитай маленько ты увидишь как обращались пленными свои которые в плену были вернулись 10 лет каждому считай кавказский пленник льва николаевича толстого когда он из плена бежал как они его обнимает кашей кормят колодки сбивают с него но всегда так и было всегда были так и в этой войну было и а это нет даже от него не зависело плену были я навернулся все там специально смержно прошит и сразу в лагерь там 10 лет он был теперь пошел свои лагеря безумно все безумно жестоко сатанинская власть бог попустил ее это антивласть была я буду праздновать ее почему гитлер да и на украине везде встретили прибалтика к освободителя потому что никакой гитлер то не делал что делали свои и так дальше благодарю вот часто люди путают такие вещи как обличение и осуждение где грань между ними как не запутаться в этом осуждение и обличение понимать они близки друг другу библия так говорит рассуждение осуждение они близки к друг другу если ты не знаешь где поэтому никак не касается никого это нужна мудрость рассуждению обсуждение мы избираем лучшие поэтому такой-то поступок мы рассматриваем избираем добрая героически поступок летчика испытатель этом кого-то мы можем взять пример вот это рассуждение рассуждение полезно рассуждение слово суд выносим приговор ему не спастись все вот на мне я не знаю сколько я не могу назвать число но огромное число священников просто не знаю как они перейдут в мытарство они все поносят что слышат и они опровергнуть не могут а просто псевдо лже псевдо лже а дальше это сатанисты вот такие слова у них идут а дальше переходит уже всякую границу бог отнимают у них все они еще не понимают а купила смотрят и и мне не вернуть все и не познать лучше бы не познать путь правды и познать они не то что там сучок бревну они неверующие какое бы слово не сказал вот этот говорю как тогда наши дети там защищали до родину они будут говорить а почему они неверующие и поэтому с этой позиции надо все рассматривать есть вера или нет если вера нет то вопрос кончился для него хоть как сделан будет делать напротив если спросил до этого ты не знал теперь ты знаешь как и не делаешь теперь ответственность безответная осуждение обсуждения на суд все это в аду это то другое ко мне приходят на занятия разные там и были иеговисты и кого только не было ну и баптисты а как вы считаете записка мне стена записками я на кафедре что у баптистов есть дух святой или нет я на какой день как на какой день но то они уверовали сегодня вот зашел человек забрел баптистский дом я беру только баптиста пока мы призывают то хочет покаяться он вышел покаялся я расскажу что я делал верю что христос умер за за мои грехи принял его и он чувствует облегчение так принял его или не принял господь я спрашиваю ты иисуса признал как господа конечно ты веришь что ты лицо второй троицы он бог и бог истины да конечно а написано никто не признал не назовет иисуса господом как только духом святым все кончилось духом святым значит дух святого коснулся на этой ступеньке обнял его наполнил его этого баптиста но он дальше не идет дальше надо в церкви быть он этого не знает и он остается на задворках это да всякое доброе даяние вот мусульмане там бывает там немцы геи которые помогали даже пленным от бога от бога написано всякое доброе даяние от отца светов все авторитетное слово и такой вот ответ нужно давать вот два местописания которые дают нам твердость и после меня кто-то придет через сто лет или там десять лет также ответит поднимут мои книги также ответит в каждой книге открытым оком а их у меня 33 тома 30 бумажном варианте у вас они есть я ссылок делаю около трех тысяч ссылок в одном томе на библию у них ни одной нету как чему-то верить то я себя тянул к себе тогда вопрос бы другой что я что-то подгонял по библии сейчас один зашел вот только что и говорили ну я не православный то другое спрашивает про пятидесятников я говорю вы из их среды наверное там ну вот так это видно не хочет сказать я говорю вы знаете что они иконы не имеют да иконы идолы так ну да ну давай рассмотрим да как же толкует по своему нет я толковать не буду иисус изгнал игра из храма торгующих ты в это веришь так написано давай на сто процентов мы одинаково понимаем или толковать будем что он нет он просто крышу развалил их придавило крышей нет он выгнал храме он ничего не сломал хорошо а он сказал домой домом молитвы наречется а вы его сделали вертепом разбойников он сказал домой ну да так его дом или нет запишем дом храм домом назвал моим дом да а если его это дом то капище это или храм если это и дал это капище понимаешь рассуждение какие должны быть простые простые так ну да а какой это храм был там были изображению иконы откуда они я спрашиваю были или не были вопросы задавает задавать к богу не ко мне не знаю это храм соломона там было где соломона 2 2 паралипоменон 25 глава говорит что он разрушен был вы еще совсем не считаете писание это а ну да ну да но в вавилоне то когда рука писала по стене они сосуды из храма вынесены блудницы пили из них губок то сказал в эту ночь ну и что ну да ну а второй то храм как называется уже не знает и взорвавели взорвавели и иисус сын ясидеков они построили а где это написано языки или 41 глава 17 стих и как сделать бог дал проект игорь сделай резные изображения внутри и снаружи от пола и до потолка это а изображение икон по-гречески икона икона это изображение значит христос пришел в дом свой в котором было полно икон у вас нет и вот тут капище то у вас они у нас ваша вера как оглобля на которой запрягают ни одной веточки зеленой нету ну и дальше уже разговор пошел ты веришь в это ну давай толкуй по-своему христос дал указание сделать изображение христос пришел были они там или не были тогда это храм не его дом но если его дом значит было так как проект был показан на проект 41 глава языки или ну да ну а дальше ты рассуждаю вы хулики вы богохульники и святотации его сразу провел по всем местам эти по-своему толкует каждый толкует по-своему давай про храм расскажи ну расскажи что там было молчок ну до свидания вот весь ответ благодарю аллилуйя держи зарезу христа не отпускайся никогда если библия молчит о том не рассуждаем как исаак нитон сказал гипотез не сочиняю ну вот смотрите к примеру я знаю о человеке что он пьяница я говорю вот он пьяница он если таким останется он попадет в ад я его осуждил этим самым нет вывода подтвердили написано пьяницы старости божия не наследует первое послание апостола павла коринфянам прямо об этом говорит пьяницы сарсти божия не наследует я это подтвердил я даже не к смотреть на него я вообще говоря пьяница а этот который жить пьяница и венец из-под него река течет все теперь применяйте к этому если он не обратиться он в аду уже горит и почитай что если я это просто с другими обсудил а с другими говорю чтобы как бы длим им для назидания чтобы они знали это будет осуждением являться или не какое ну вот то что я о ком-то так и ты говоришь вот пьяница как ему тяжело он не может выбраться если он не покаяться в аду будет писание об этом говорит конкретно господь с ними разговаривал когда и показывал что они делают вы мой внешность чаши вы внутренности очистите и тогда увидите как внешне очистить осудил христос или нет они осуждены он прочитал приговор который они уже вынесли себе этот вопрос даже не столь сложный как любят где-то судить чего не знает это у веры кушнир об этом говорится не судя о том чего не знаешь вот плетется по дороге нищий то него от жалости рыдаешь он же пряжет нож за голенищем не судя о том чего не знаешь что душа суровая у брата ты его за это осуждаешь у него с душами как вата вот до куплет и показывать да 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 хорошо да делать вот люди многие задают делать ли прививки нет не делать они смертельно опасны они делают женщин девушек бесплодными они прививают свои болезни которые замедлением могут сыграть через несколько лет доверься богу никогда не делать любыми путями прячь детей где угодно не давай абсолютно категорически против об этом в интернете много роликов стоит который это показывает рассказывает последствия этих прививок зачем не надо ничего нету а придет болезнь никакая прививка не поможет елиста калмыкия сделали какие-то уколы шприцы все запечатанное 475 ребятишек спидом заразили спидом ну и что так и не давать я убегал когда в школе было тогда я ничего еще не знал я просто убегал я внутренно чувствовал этого не надо делать ну какое там мне 10 лет было или не было я потихоньку в дверям дверям дальше рванул и все они пришли на дом искать а меня дома нету я за огород и в канаву залег там и лежу на врачи тащилась другой деревне там где с района уехали я вылез оттуда партизаню здоровья бог дал я не обидел все понятно по этому вопросу заниматься спортом грех телесное упражнение мало полезно а благочестие на все полезное имея обетование благ будущих настоящих и будущих павел говорит он не сказал бесполезно но мало полезно большой спорт категорический противопоказан а вот дома где-то ну где в городе потому что делать нечего а у нас староста у него там 36 крупного рогатого скота напоить все на привести навоз выкинуть или достаточно у тебя все работает суставы ты гнешься поднимаешь тащишь вспотеешь все у тебя есть это спорт физическая культура вот надо ухаживать что было скотина ехать деревне не толочься в городе каждый день у тебя будет разминка и кстати даст бог летом уже переедут все сейчас там пристрой готовится ремонт доделывают переедем на уже даст бог так следующий вопрос толкование снов стоит ли толковать вообще сны а зачем сны трех видов от бога дьявола и от забот житейских перееданием от бога тогда когда видишь там крест распятия на сто процентов от бога мы и тогда не толкуй ян костьян говорит что помолись или пропусти мимо господь предупреждает о какой-то опасности может быть об аресте и прочее а другим с нам вообще никак не прилагайся никак не толкуй не думай и убери господи от меня это это 34 кажется глава у серахов говорит сны это верящий с что обнимающий тень вот и все весь ответ и наполняется мечтами сердца как у рождающий еще ничего нет еще не родила уже кем он будет если рассказ про лутонию такой какой-то было его лутония лутония это такой полудебильный мужик живет везде так он не женился а думал и как-то не получилось у него и он погреб залез а там матиса на которой пол лежит и смотрит там ржавый топор он когда-то там работал и забыл и потом не нашел и он теперь сидит и смотрит на топор да если бы я женился а сынишка то полез бы сюда то топор бы упал на него да он бы голову поранил да что я наделал и заплакал ни сына нет никого нету вот так человек рождающий еще не родила уже плакать начинает кем он будет вот так благодарю отказ от помощи врачей это грех и стоит ли отказываться от врачей врачом на человек не будет отказываться врачам это пишет серахов об этом кажется 38 глава или наоборот у них вот его в этом говорит иной раз и в их руках бывает успех ибо они молятся бога сегодня не может не молиться у меня свое своя установка после 60 лет врачам не обращаться без нужды что-то заболела там где-то как-то ты организм отмирают что спрашивать зачем лезть и пусть лечат молодых которые разбились на на машинах обгорели пожарники кота спасали других тут и нужно необходимо ну явно что там аппендицит воспалилась необходимо если бы операцию это сразу сделали мы считаем это серафим роуз у него заворот кишок был и он бы остался живой но врача не положили где-то далеко пока дошло дело уже воспаление вот так мне известно поэтому у меня у нас в общине есть виктор андреевич он патолога на том краевой больнице и что надо скажет когда спросит как да все хорошо а бывает кто-то заболел там он помогает устроиться в больницу краевую больницу трудно добраться через него мы привыкли так уже но очень раз не мельтешись к врачам не лезь а то бывает так боль а боль а боль что если рак там кишечника или что-то да так боль то ушла а процесс то продолжается дальше то еще куда идти ну ладно сделали обезболили ничего не изменилось это анастис который женился на вдове кеннеди джона кеннеди а у него огромный миллиардер у него огромный флот перевозят из других стран там по 150 тысяч сразу или больше даже не нефть и вот он заболел а в наследниках сын кажется погиб одна дочь у него все и в то же время никого его спрашивают вас самое большое желание какое он говорит на двор сходить безболезненно рак прямой кишки и он умирает дочери оставляет все она начинает наркоманить выходят замуж за простого моряка советского русского разводятся а у нее одна дочка то и нету теперь это сопровождает туда-сюда она идет и везде они ее сопровождают два охранника слова право и слева она минуты не может пройти где-то чтобы не охраняли ее а можешь не уберечь нет не уберешь как джуна давиташвили хранила своего сына то его зарезали это в парной или как называют сауна вот и все нет если господь не охраняет напрасно бодрствует страж он захороняет и и все я в своей жизни убеждался в этом никак умно все я могу рассудить сделать как надо никак а никак нельзя вот как валант рассуждается с берлезом то смерть да она внезапно это не кирпичу пойдет тебе голову отрежет а кто комсомолка комсомолка а уже аннушка масло разлила вот и весь сказ поэтому для нас везде и масло разлитое а господь провел другой дорогой я прошел мимо не зная даже у меня в деревне один был с кем мы вместе паша постанова на квартире жили он старше меня на два года учили все а учился почему-то на год позже меня отставал моими учебниками а брат у него поликарп узнал что его бабушки мы приходили там приносили что-то он еще пойдешь же я тебя там убью я теперь той дорогой не стал ходить только уехал маленько прошло время мне сообщает а поликарп умер как умер он такой неаккуратный был у него все это солидоле в мазуте по гусенице шел ну и подсказнулся матушка то развела уже аннушка масло то и он упал и ребра которые сломались они воткнулись там в печень куда все и он умер и все меня никто не ловит и опять той дорогой хожу так что ни на что не надо смотреть доверяться богу как ему угодно сейчас клеточками все еще изображение идет нет уже все давно хорошо ну вот видишь хорошо ну вот видите в чем вопрос то что врачам доверия то не во многом нет сейчас все-таки вот допустим заболел ты как-то какой-то легкой болезнью простудой если идешь к врачу а допустим для работы тебе надо пойти к врачу то тебе прописывают антибиотик который вред от этого антибиотика еще больше будет чем если ты просто поболеешь этой болезнью болезнь же тоже не просто так дается она от бога может надо там поболеть человеку наоборот а ты антибиотик как бы особенно если болезнь имеет но бактериальная то есть и он же сразу просто убирает ее ну как бы он он дает другие в кишечнике в итоге все плохо становится но он снимает с тебя вот это они сразу обезболивающие дают всякие и не хочется просто обращаться как бы из-за этого потому что нет доверия но понятное дело что если какие-то там операции нужно сделать то конечно доверие есть в этом потому что они там спецы это все обязательно надо но по всяким мелким болезням чтобы бежать бежать к врачам что так прожил никогда к врачам не лез но операция нужна у меня три грыжи от больших тяжестей носил три грыжи позвоночные там ну одну делали и врач хороший профессор и он к нам потеряевку приезжал я ему книги подарил когда приду он там подойдет и сфотографируемся довженко кажется димитрий андреевич профессор теперь я говорю я хотел бы когда операцию делали заснять а почему не сказали а тогда эти видики были кассеты такие мы бы засняли что интересно борода мешает а сейчас трубку вводят наркоз в рот такое как шланг противогаза вот такое напоминает но я говорю я не буду тогда делать операцию уйду домой не бороду зачем ну ладно мы это сделаем так все оказывается можно сказала и и теперь они меня усыпили теперь что делаете ничего не знаю ни боли ничего в это время вижу я потеряевки в нашем детском лагере солнечный день ребятишки сидят там где играют в теннис и какие-то светлые светлые юноши такие им что-то говорят стоят и такое лучезарное от них а я в сторонке стою смотрю и сердце прямо обомлело от радости ну лагерь свой вижу то от бога не от бога я ничего не знаю и вдруг слышу разговор оказывается врачи подошли меня я в реанимации лежу открыл глаза вы видите нас я говорю вижу он мне ногу щипет больно где или нет они не знают перерезали или перерезали они там которая там выползла это выперло то не резали а там нервы у вас горит необычное устроение там два ствола должно идти два отверстия вас одно одно у меня скученное все и поэтому уже такая быстрая реакция идет вот так я груз чувствую я слышал что это отнимает разум но я сам мысленно начал считать цитировать евангелие от иоанна начал глава дальше стихотворение еще не забыл думаю не очень повредило вот так все понятно церкви тоже вот люди частый вопрос задают священникам церкви физически плохо что делать и с чем это может быть связано не может стоять трудно да да физически плохо может быть запах не бывает наладом бывает просто физически плохо я и проверять не проверял вы читал про этого запах ладана и животных совсем не переносит свинья она не может вот и весь ответ тут грех а курил тебя ничего нету да и вот так то ну вот и все плохо ну и что что плохо все это для комфорта пришел я хочу чтобы комфортно было да не туда попал ты должен в предбанник в аду быть радуйся что бог дал и благодарящее бога лучшего места нету как злато узборит тут ангелы воспевают а тебя не нравится как это может быть сразу этих людей осаживать нам не нравится там тяжело так ну и не ходи иди в театр но результат то будет поэтому тут никто никого не насилует насильно мил не будешь даже если ладан тебе не нравится ну и что голова закружилась ну закружилась головой об стенку стукнешься опять выпрямишься мы все ничего нету пустое не туда ошибку можно выправить выходить дверь закрой за собой больше не приходи не надо тут зря вонять вот где запах то грехи а то тут у нас недавно один приезжал и ему тут плохо было сам курит выходил даже во время богослужения курил я не знал я бы тут принял какие-то меры такое зловоние табачное но еще не сделаешь упустили возможность ну то есть дух который в человеке не соответствует тому духу который храме да еще тебя никто сюда не звал ты иди там где тебе приятно будет но узнай конец будет по делам твоим ты не хочешь сказать у тебя было хорошо не насилуешь да нет значит и не раб праведности араб прихоти а вот если тебя бросят сейчас какую-то камеру где дышать не чем где люди как в тумане и ты еще не скажешь иначе с тобой что-то сделает то что и говорить нельзя я испытал все это поэтому научись принимать то что есть и считай это то что есть за лучшее что бог мог избрать тебе но если человек заходит ему плохо но он хочет преодолеть это как что ему в чем может быть причина чтобы он ее нашел и решил я думаю еще не надо надо просто молиться и стоять еще плохо ты ты за столом сел тебе плохо обед один раз дают день ты же не будешь за следующий не ожидать ты все равно будет крошки подбирать это все прихоть и ищет свои нравные соломон это определил одним словом понятно проблемы в жизни слово это проблема не принимаю какие в жизни а какие они могут жизни откуда они берутся вообще у человека не знаю что имеет конкретно в виду пусть по частям покажет потому что если классифицировать это бесчетное число будет одно дело когда это территория храма другое дело территория улицы государства дома за границей и везде свои в эти вопросы возникают их надо решать конкретно четко и ясно на что-то враг претендует я ему отдал ушел и все решилось но вот какие-то сложности которые появляются и человек не может из них вылезти конкретно какие почем по жизни где-то по одежде по работе я на конкретный вопрос могу ответить это так не как я знаю что нужно все рассматривать власть эти библии быть терпеливым благодарить бога за все весь сказ а как она будет как выглядеть будет все выражается не знаю ну выражается в том что все идет не так как ты хочешь но нашли дом ритвы начал вот святые отцы по-разному объясняет слова уныния марка а во это сказать а во марк так объясняет там другой другой добротолюбие жития святых и знаете бренщининов объясняет я ничего от них взять не могу все не по библии по библии одно терпение вашем спасайте души ваших терпению нужно вам чтобы исполнить что получить обещанное не нравится ну и что не нравится мне дали работу который мне не нравится руками вычислить туалет ничего переморщимся и ты дознаешь что другим еще где-то хуже другим труднее ты в тепле находишься может быть спать езди лечь а может есть даже люди которые тебе сочувствует у другого ничего этого нет он гонимый изгой мне нужно знать конкретно как бывает жениться не жениться очень часто спрашивают вопрос этот стоял первых у нас не жениться однозначно а если не можешь лучше жениться а тут уже смотри а какого где выбрать тебе выбирать то не надо ты сам никакой а хорошую душу загубишь у мусульман хорошо если ты блудник бери только блудницу на девченице не имеешь права жениться очень хороший закон а этот который общий то знакомый тут был один приезжал у нас и он тут разговаривает и говорит ну там а жениться бы то я тоже недавно этот женился он она горит на моложе меня на 30 лет то есть у него все проедено в блудом все проедено и еще то никакого нету ну и что это его выбор он это имеет и поэтому рассуждение такого уровня посильки и шапка так благодарю так все еще так сейчас еще два вопроса мне прислали вот я прям цитирую борьба с блудными помыслами как практически воспитать себе отвращение к таким помыслам и в частности для неженатого или незамужней что правильнее допускать отношения вне брака с незамужними или категорически отчесть свое телесное естество пока не же не женишься если тело есть храм божий то ведь и физиологические потребности установлены по его замыслу это вот есть такие уже материалы есть людмила плед говорит между нами девочками вот для женщин и для мужчин полезно вот я советую материала она протестантка но очень очень хорошо написано а выбора здесь не приходится от и рай от и рай андрей куряев говорит монахи ушли в пустыне всю жизнь с анонизмом боролись в пустыне а что проще то было женился детей воспитывал и весь сказ так надо смотреть на это он не может бороться понятно говорит лучше жениться чем разжигаться нежели разжигаться вот и избери а поэтому надо работать чтобы был у тебя жилище ты знал где дать место и прокормить жену детей так у меня время не будет для духовного то да трудись не ешь не пей ему помыслу уйдут а полкова так подожди-ка ко мне пришли вот так все понятно но когда и не жениться не можешь и с помыслами не может не можешь побороться в чем причина может быть у человека причина несколько причин первого щите сушить источник надо объявить пост это хорошая рассказ есть у николая семёновича лескова невинной пруденции советую прочитать как она на остров сразу и а он за ней прям гонялся она христианка и она говорит ты выполнишь что надо да а там такая пещера была вверху лестницу подставили он залез он долго нет она вот дня три не давала есть а потом спустила теперь она сделала полок кровать там папирина все тебе надо пожалуйста а тут плов варится без бери что он там залез руками прямо скорее поисты а когда уже наелся обернулся ее нет она уплыла и он на служанке женился и когда мать приехал они уже двойняшек держат на руках невинной пруденции вот и все то есть пост и молитва до молитва замари его и все больше не будет источника перекрытый вот люди которые вас венцами было похоти него одного не было и в гулаге были никакого мужа ложество ничего не было не было он многие не может таскать а это понятно от чего это источник силы как лев толстой пишет крестивра саната у него это лучшее произведение по этому вопросу советую прочитать хотя и фильм есть но фильм не все отображает один клапан открытый куда деть спорт и блуд больше ничего нету все понятно и последний сейчас быстро воспитание детей ребенку 6 лет у него маниакальное желание каждый день завладеть новой игрушкой лего конструкторы машинки и прочее собрал один раз и все больше не притронется не интересно хочет новую уже игрушку а если откажет то закатывает истерики корчить корчета физиономию обиженного как отучить от этой игровой зависимости и как закалить волю с детства чтобы позрослев не стала на рабом более серьезных соблазнов то есть такое где-то наше событие было такое если кто с пожилые люди это не уже знают один из таких учителей как воспитывать детей джи бенжамин это вениамин спок в америке и он все это она насчиталась у женщиной книги его покупала смотрела но по книгам не получается все равно требует новую игрушку магазин зашли он на коняшку сел и качается на ней мама возьми ну у нее дома коняшка есть а это лучше и она ничего не может сделать и она подошла говорит вот ну как я могу еще сделать он наказывать наказывать нельзя ребенка он только не бить только не бить только не наказывать а какую книжку читали бенжамин аспок говорит да как раз у нас сегодня в магазине говорит пришел тут так ему скажите пожалуйста он вышел в чем дело вот мальчик он с коняшки не слазит так отойдите все говорит сейчас он слезет с него надо знать какие слова сказать ребенку подошел на ухо пошептал он сразу соскочил их мам пошли домой она до того удивилась вышла на улицу подожди сынок зашла и спрашивает а что вы сказали да ничего не сказал я сказал сейчас не слежишь я тебя сейчас комнату заведу я тебе так кодиру тебя ты на задницу неделю не сядешь ты а учил то не бить вот и весь сказ драть надо чаще и у нас ни у кого не было десять детей десять двое это еще раньше умерло 12 было и никогда не было чтобы что-то кто-то хотел как это хотел и ни одной игрушки ни у кого не было вообще игрушек не было мы работали пололи ягоды собирали я суслика плавил а чтобы игрушка была какая-то футбол был а дальше у меня турники разные канаты на деревья лазить нырять я же террористом хотел быть я должен быть как и живщик подвижный и никаких игрушек ни у кого не было ни одной вообще ни одной игрушки не было одна мне рассказывает это нашего возраста и она говорит мама пойдет в подтяжки свои бросит меня маленькая чурочка была я целый день ими играю подтяжки и чурочка там не сожгли баловство это игрушки все эти ему неинтересно сейчас забрать больше и не давать а когда одумается тогда так вот давай каждую игрушку бери там расскажи сколько она стоит где надо работать и кому-то подарить я как-то прохожу храму только на свою улицу повернулся на никитина а девчонки в кустах кустики тут около тротуара и они играют разные такие маленькие посудинки там песок насыпает одна продавщица и все это а одна стоит на страже я только за поворот вывелся а кричит а тасс а тасс она мигом раз все закрыла подкрывала у нее есть и стали стоять разговаривать как будто они не торгуют вот точно как торговки они все знают им интересно я иду оба они уже опять раскрыли после меня опять играют она торгует отвешивает и ребенок рядом он смотрит учиться косить пошли ему маленькая литовка коса он ей делает по росту ему давали так и было он все умеет делать вот смотришь монголы а какие игрушки-то никакие он заворачивает на верблюде ездит на этом про игрушки то никто и не знал что насчет играть надо жизнью настоящей жить игрушки они вообще вредные они не нужны вот он сидит там собирает где-то у нас приезжает один как учители я не брошенные игрушки валяются это деньги никогда не брал не в детский лагерь заводил для маленьких которые кота копаются там в песочнице то ну дал что-то они щепки поставят там крышу из коры сделают из подручного материала им интересно вот так и хотят а другой повадили баловство как у федора карамазов федор карамазов говорил драть надо русского мужика вот и весь сказ так и ребенка чаще наказываешь что впоследствии утешать и когда наказываешь невзирая на его крики все понятно благодарю аллилуйя благодарю спаси христос все тогда заканчиваем на сегодня отцу если отец будет там что перо щит прочитать если будет считать ну конечно истинного православия для слова божия нет уст это ключ ко всем книгам и это сейчас дедушка читает а он истинное православие сейчас читает вот видишь как хорошо ну дай бог чтобы у вас это сохранилось это очень приятно когда родственники не противоречит никогда не едини на какие компромиссы никогда отступи допустим нельзя никак значит пошел другим путем они так что я вот сделаю то-то там уменьшу то-то но это же не буря где-то надо пшеницу выбрасывать какая бы ни была тяжесть если это мне нужно я в разделяю на обе счастье еще кого-то приглашаю раньше я переезжал я помню один раз могу ошибиться но вез все большой груз кажется 12 или 16 мест один да с пересадкой пронесу метров 30 возвращаюсь к следующему это так и дорога стараюсь нигде не заснуть и все довез там иконы и магнитофона огромный маяк 205 пленки это большая стоимость была никого нету один и этот из дома никто не встретил и до дома так вот перебежками все перенес я никогда не знал что препятствий я бы остановился и ничего не делал бы я если это дело трудное где-то то обязательно спрошу а кто-то это делал когда-то делали получилось все для меня это открытый зак вот я говорю сейчас он сказал я а я недавно тут беседовал с одним братом ну и я по пальцам загибая апостол говорит я более был в пустынях я более был там то только в одной этой фразе которая продолжается 21 раз слова я сказал почему вы к нему не при не прицепляетесь то в другом месте он опять начинает говорить об этом и говорит я точно так же 21 раз слова я промеркнула в него при том это фактически одно предложение через точку запятой идет а почему потому что на этом фоне они видят они не состоявшиеся как люди не то что христиане у них нет ничего поэтому не надо ничего слушать возможности скажи бог благословил впрочем не яма благодать божия вот сотворила и так все у нас есть благодарю за наставление до костей христос и когда не считаю что дело безнадежно вот уныние много раз объясняет так то другое там прилог у меня один ответ от плохо сделано работы плохо молился плохо постился плохо проповедовал плохо готовился и поэтому такое уныние уныние то сожалению самое же саможаление а мнение людей это она никакой роли не играет не надо смотреть да люди будут осуждать ну если можно обойди это если нет ничего это не значит никак никак не реагирует ну а кто я такой а христе говорили плохо других что-то этого помирает он и говорят брать на вороте играть не повиснет сколько про меня говорят за вас за 10 вашей жизни все вместе не будет столько а почему потому что где-то было другое хорошее вот допустим где-то вот говорят священник такой-то в большом почете было сейчас там вся не сняли сан вот там то ты же ты же ты же видишь купался в этой славе то все со всех сторон батюшка батюшка иван там или василий мы и любим то другое и друг все переменилось и свои же снимают саны выгоняют его почему выравнивает карамысла как карамысла но чтобы атак то вот не было а вот выравнивает это из-за этого бога надо благодарить благодарить а не пытаться теперь что-то сделать ну вот и все все спаси христос аллилуйя я поставлю у меня снимите тогда